Всем привет, дорогие друзья! Рад вас снова приветствовать на нашем канале YouTube, посвященном урокам рисования и живописи. Меня зовут Минейф Иван Александрович, я являюсь ведущим художником-педагогом студии живописи Возрождения. И сегодня я вам расскажу и покажу, как правильно поэтапно проклеить холст. Холст на подрамнике. Недавно я натянул холст. Может быть, в следующем видеоуроке я вам покажу, как самому натянуть холст и не затратив каких-то очень много усилий. А сегодня я вам покажу, как правильно проклеить холст и подготовить холст уже в будущей работе для живописи. Итак, в первую очередь убедитесь в том, чтобы холст, на который вы будете наносить проклейку холста, чтобы был он ровный, натяжка холста была, в общем-то, правильной и все вас удовлетворяло качеству. После этого вам необходимо проклеить холст. Какую мы проклейку используем? Проклейка уже продается готовая для холста. Ну, а вообще в народе художники, начинающие художники, которые пишут на холсте масляными красками, используют казеиновый клей, желатин и, может быть, еще разные какие-то вещества, которые способствуют именно проклеиванию самого холста. Для чего нужна проклейка холста? Холст или структура ткани состоит из разных ниточек, которые друг на друга поперек прослаиваются, и образуют маленькие дырочки именно при натяжке. Так вот, вот эти вот маленькие дырочки и вообще поверхность холста следует прогрунтовать или защитить поверхность ткани от проникновения краски внутрь этого холста. Или, как говорят, проседает краска, да, то есть краска попадает именно на противоположную сторону холста. Это не совсем желательно, так как это будет нарушаться именно восприятие цвета, да. Ну и краска тоже будет жухнуть на холсте. Конечно, это неправильный именно способ нанесения краски на холст. Конечно, необходимо обязательно проклеить холст, то есть создать некую защитную среду от попадания краски уже за пределы самой ткани. Вот для чего служит сама проклейка. Ну и проклейка еще служит для того, чтобы уже в следующем этапе нанести на проклейку акриловый грунт, да. То есть еще повторно защитить, может быть, поверхность именно ткани от проникновения краски. Итак, я же проклейку уже использую готовую. То есть это проклейка для холста фирмы, сейчас скажу, Toir. Вот, замечательная проклейка. Вот сейчас я увеличу. Вот. Несколько раз я ее уже пользуюсь и доволен качеством. Изготовлена она из натуральных клеев по традиционному рецепту. Используется для предварительной проклейки холста перед нанесением грунта. Принимает клеевые, полуклеевые, эмульсионные, синтетические грунты. Вот. Легко наносится. И, конечно, сейчас я вам продемонстрирую. Что еще нам необходимо? Для проклейки холста необходима, в общем-то, либо лопаточка, либо мастихин большого размера, да. Вот я вам его показываю. Вот. Либо поверхность, которая очень упругая и не подвергается влаге, да. Для того, чтобы ровно, уже ровным слоем наносить на поверхность холста и буквально разравнивать клеевой состав по поверхности холста. Вот. То есть, художники используют и маленькие металлические линейки. Можно треугольник маленький использовать. И любую поверхность, которая очень хорошо, еще и эластична, да, которая имеет гибкость какую-то. И этой поверхностью очень хорошо прогрунтовывать холст. Итак, я сейчас попробую приблизить камеру к холсту, для того, чтобы вы увидели, как правильно проклеить грунт на поверхности стола. Итак, вот мы подготовили холст. Обязательно, настоятельно рекомендую, холст должен лежать на поверхности стола для проклейки. И, конечно, очень важно, чтобы ровная поверхность была, не на поверхности вертикально. Почему? Потому что, если вы будете наносить проклейку, она может у вас ползать вниз. И не совсем очень хорошо это. Лучше, когда горизонтальная поверхность стола и, в общем-то, рабочая. Итак, открываем проклейку. Вот, я ее уже неоднократно использую. Вот. Она выглядит вот таким образом. То есть, достаточно как желатин. То есть, художники используют желатин. Ну, в общем-то, для удобства, для быстроты уже проклейка готовая. Есть продажа. Вот. И посмотрите внимательно. Аккуратно наносим. Вот таким образом. И, как бы поглаживая по холсту, разравниваем. Убедитесь в том, когда вы проглаживаете, что именно по вот этим порам проходит проклейка. И проклеивает, как бы, вот эти вот маленькие клеточки ткани. Если не хватает еще, очень важно углы прогрунтовать. Вот. Процесс грунтовки очень приятный. Я вам хочу сказать, что все художники, в общем-то, большинство прогрунтовывают холсты. Готовят их самостоятельно. То есть, изначально сколачивают подрамник под нужный размер холста. Затем натягивают холст на подрамник. И далее прогрунтовывают холст. Вот. Очень важно прогрунтовывать холст. И грунт не кладите слишком много на холст. Да? То есть, это очень важно. То есть, не нужно, чтобы здесь кусками был грунт. И вот таким вот движением, то есть, я вот сейчас вам показываю, да? Как бы приглаживаете, втираете немножко вот в ткань, да? Вот я сейчас нанес на холст грунт. И вот такими разными движениями, да, стараясь вот пройтись. Вот такими быстрыми, легкими. Втирая вот этот вот грунт. Никаких не должно быть луж, сгустков здесь, в общем-то, желатина или проклейки, да? Вот. То есть, обязательно смотрите, чтобы проклейка очень ровно легла по всей поверхности. Именно холста. Ну, проклеивают... Хочу сказать, что проклеивают не только саму поверхность холста, но и также проклеивают сами края, вот, для того, чтобы уже будущую краску, может быть, кто-то из вас будет и наносить для... Ну, для того, чтобы здесь еще прогрунтовать. Для будущей вашей работы, да? То есть, почему бы и нет. То есть, края тоже можно вот так вот кисточкой пройтись, проклеить. Вот. Это будет неплохо. Вот. Можно этой кисточкой пройтись, можно опять же тем же инструментом, который вы делаете. Вот так проходимся. После того, когда мы прогрунтуем края холста, вот, необходимо дать высохнуть холсту, просохнуть его, то есть, в течение, там, может быть, 12 часов, да? Вот. Может быть, даже я бы вам рекомендовал сутки подержать. Чем хорошо проклеен холст и тщательно высушен, тем следующим этапом наносится уже грунт. Но уже, можно сказать, вторым этапом. Почему? Потому что, вот, если вы проклеили холст, это один раз, этого недостаточно бывает. Бывает, что где-то что-то забыли, где-то что-то, ну, не то сделали, да? То есть, ну, не совсем тщательно прошлись, да? Вот. Бывает, что состав проклейки не совсем хорош, да? То есть, рекомендуется пройтись второй раз для того, чтобы уже наверняка, может быть, 100% ваш холст был полностью проклеен. То есть, это, я вам хочу сказать, что все художники делают, проклеивают холст на два раза. Вот так мы это сделали. Вот. Очень приятный процесс, я вам скажу. Вот. Еще раз, если где-то у нас много клея, немножко вот так вот легким движением мы проходимся. Вот. И оставляем холст для просушки. То есть, все, мы его правильно уже проклеили. Вот. Можно даже иногда рукой вот так вот художники проходят для того, чтобы лучше сгладить и втереть уже в края вот саму, сам раствор, да, проклейки. Вот. И оставить для просушки уже полностью холст. Вот. Но бывает, что можно и сразу же после высыхания холста грунтовать, да. Вот. Но, в общем-то, рекомендую дать просушку. Вот. Закрываем обязательно проклейку. Потому что она может высохнуть. Ее можно использовать дальше. Вот. Завершился у нас этап проклейки. И вообще рекомендуется проклеивать холсты, когда у вас много подготовлено. Допустим, несколько холстов. Там штук 5-10. И вы сразу же одним разом проклеиваете все холсты поочередно, да. И затем еще на второй раз тоже рекомендуется тонким слоем проклеить и дать немножко высохнуть и зашкурить. Еще вот можно мелкой наждачной бумагой пройтись легонечко, чтобы вообще поверхность сделать очень гладкой, ровной. И для будущего уже использования под грунт, акриловый грунт. Я вас благодарю за внимание. Кому понравилось видео или полезный совет для нанесения на холст проклейки, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал YouTube. Мы рады будем выкладывать новую информацию. Задавайте вопросы, спрашивайте, интересуйтесь. Опять же, все в комментариях мы опишем, покажем, расскажем. Всем до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.